Ну что, ждали зиму, да? Я все говорил, когда зима, когда зима, все, накаркал я. Да, вот это вот уже, конечно, зима, все. Вот у нас зима началась, когда, что у нас там, 15-е, да, 16-е. Блин, Стас обещал же насчет мамке позвонить-то сказать. Транкило, транкило. Транкило, графиас. Вот, Стас же обещал сказать, когда у мамки там день рождения, 16-го вроде, не сегодня, то все-таки понимаете, как матерь первого сына надо бы и поздравить. Да, холодно. Мне сейчас скажут или подумают, кто-то скажут, блин, Леша, ну ты вообще уже что ли холодно? Плюс 15 и солнце, и ветра нету. Ну да, но вот здесь это вот прохладно. Вот плюс 15 днем, а сейчас у нас будет не плюс 15, сейчас у нас будет, я вам скажу сколько, 14.3. Но это фигня, сейчас остывать будет. Именно в такую температуру бегают в марафон. Именно вот в такую, именно в такую вот погоду при соответствующей экипировке крутить можно вообще легко. Вот, воздух плотный, и не надо, нету отдышки вот этой вот из лишнего сердцебиения, то есть, ну вообще ничего. Вот это вот, что для бега, что для велопокатушек, вот, наверное, ну, можно чуть-чуть теплее там. Мне очень прикольно катать, когда, знаете, вот плюс 18, ох, это идеально. Но тогда и одеваться нужно чуть полегче. А вот в такую вот, ну вот уже 13.8 показывают, вот в это я уже верю. Такую погоду наваливать можно прямо жестко. 11.6 уже. Ба-га-га-га. В тени вообще дубак жесточайший. Вот на солнышко только стал, все, теплынь. 10.7 было. Все, и вот как только мы выезжаем на солнышко, начинается теплынь. Я понимаю, что они там эти инкассаторы. Я просто, чтобы он не шагнул навстречу судьбе. Я думаю, что только я один со своей этой почой ключи кладу так, что у меня вот эта вот веревка из кармана. Оказывается, нет, это чисто испанская тема. Электротранспорт вот такой вот, он по городу, конечно, у велика будет отъедать. Именно по городу. То есть, вот просто добраться до работы для перемещения, для использования его как пидбайка. Я думаю, все знают, что такое пидбайк. Если нет, то посмотрите историю, для чего он изначально был сделан. То есть, допустим, ездить по каким-то ограниченным, но большим пространствам. По паркам, по бизнес-центрам, по стройке по какой-то. То есть там, где как бы тебе нужно пройти там 400-500 метров километр. Но это все где-то рядом. По аэропорту понятно, что на дальняк, конечно, электросамокат пока что не заменит. Особенно велик. Особенно учитывая цену. То есть, вот мне, к примеру, чтобы прокатиться в Куэру, да, это плюс-минус там сотка, учитывая, что прохладно сейчас. То есть, мне нужен электросамокат с запасом, допустим, там 130, да. А эта цена, это уже топ. Это самый верхний сегмент. То есть, это в районе там 3-4-5 тысяч. То есть, тут каждому свое. Хотя, вот мне Вова дал прокатиться. Я не наваливал ничего. Чисто просто вот проехался. Невероятные ощущения. То есть, как бы просто как самокат, да, у него есть какое-то там сопротивление. Но ты оттолкнулся и можешь чуть-чуть ему подать. Вообще, такие, знаете, ну, очень круто. Я бы вот для побаловаться с удовольствием бы себе заимел бы такую штуковину. Но это чисто по фану. Просто покататься. Ну, на солнце все, уже теплынь. Мы, кстати, сильно не наваливаем, чтобы не вспотеть. Потому что на солнышке уже становится тепло. Кстати, вот здесь все ездят у самокатов. Вот у них вот основные такие несколько скоростных режимов есть. Первый, который используют все, в том числе и Дон Владимир, это до двадцатки. То есть, типа, эко. То есть, он сильно не наваливает, сильно не подкидывает ток. Экономит батарею, бережет банки. И вот получается у него где-то до двадцатки. Потом есть режим спорт, который подходит до верхней максимально разрешенной границы для передвижения электротранспорта. Это 25 км. То есть, даже электровелик, я напомню, он, мотор по достижении 25 км в час, он ассистировать перестает. Вот, и третья категория. Это самокаты, на которых этого лимитера нету. То есть, который может спокойно навалить там и 40, и 45, и 50, и 60. Да, так вот, когда уже начал двигаться нормально. Молодцы, конечно, мы молодцы. Да, народ, вот они ходят, они как бы, я не могу понять, ну, не видят, что ли, что как бы вот здесь вот идет велодорожка, да. Она обозначена. Причем, вот смотрите, мы занимаем одну треть. И вот еще две трети, еще по полосе пешеходам. Я их не могу понять. Просто они ходят по-испански. И я уже понял, что велодорожка, это не то, что там вот как, как, как это, индуль, индульенция. Это чисто для меня просто место, где я могу спокойно, как бы, более-менее по своей полосе ехать. А, вот же ж эта девка с самокатом. Ну, вот она, да, вот она и едет как раз двадцаточку, как я вам и сказал. У Вовы, у него колеса надувные. Причем он мне так как, как-то уверенно сказал, говорит, да, говорит, в них нужно четверку поддерживать. Надо у него узнать, он когда вообще проверял в них четверку эту? Он смотрит или нет? Потому что я, например, вот у меня велик, где-то раз в неделю, раз в две недели я его шины смотрю. Потому что у меня перец 3,5, он превращается в 2,5, а зад с 4,5 превращается в 3,5, в 3. И оно-то, конечно, помягче, да, но если где-то навалить и наскочить, то можно и погнуть немножко. Скейт, это все-таки, вот вы знаете, мое такое мнение, что это не для скейта. Хотя бы потому, что здесь нарисован велосипед все-таки, а не скейт. Скейт он все-таки помедленней. Вон девка крутит на дисне условно, да, так же вот как и я, 20-ку на изи. Причем я так понимаю, что это вообще не девка, это, наверное, тетка. Я надеюсь, что она не русская, а то не обессудит еще, что я ее теткой назвал. Да нет, даже если бы и русская, все равно теткой можно. Ну, спасибо. Не, я не наваливаю, я вообще не агрессивно сейчас еду. То есть, 20-22 наваливаю, это когда, вот знаете, за 25 уже. Вот там ты уже крутишь, там уже, да, такое все оно. Так, мне бы сейчас вот между них вот так вот раз попасть. Я не могу понять, то ли дождь был, то ли шо. Вот они как-то вроде бы начали здесь ремонт, и что-то у них это подзамерзло. А про новую эту местаю мы с Вовой как-то что-то сидим, да, в кафешке. И что-то у нас какой-то трепый Вова говорит, а что, говорит, 20 лет уже не могут построить. Я говорю, в смысле 20 лет? Он говорит, ну, 20 лет, говорит, ее строят стадионы этот. Говорит, в 90-каком-то году еще начали. Я, подожди, я думал, вот оно подзамерзло в связи с макаронавирусом. Он говорит, да сейчас. Температура туда-сюда, туда-сюда. 11-14, 11-14. Вот это вот ребята из той серии, за которыми я, как я люблю повторять, даже на хвосте у меня повисеть, ну, никак. Я за одним там прилип. Он как-то так начал вяло. 27, я думаю, о, думаю, 27. Я вообще кручу, ну, вообще практически на изи. Потом он как-то так раз к 30-очке. Я переключился, думаю, ну, нормально. Так уже начал отдышиваться ртом. А потом он как-то... То есть я жму, да? И как-то вот он так вот... То есть я как бы жму, а чувствую, что уже все. То есть то я ехал нормально-нормально. А потом все, и он просто... То есть я где-то 32, а он, наверное, поехал, там, я не знаю, 35-37. Возрасты здесь катают все. От, там, 14 лет, которые уже тренируются, до... Да я не знаю, я таких дедов здесь видел, наверное, лет под 80-ым. О, вот такие вот. О, вот он поехал под 30-ку. Ну, куда мне за ним? Я его не догоню. А, нет. Ну, да, вот 28, вот я сейчас 26. Да, в низком хвату прикольно, но стрёмно. Если знать, что кто-то спереди какой-то поводырь есть. Потому что так воображение рисует, что вдруг кто-то на дорогу выскочит. Да, здесь есть и такие, которые едут и под 40. Профики. Я просто через мост, я не люблю там объезжать. Ну, вот, против ветра 22 где-то, 23, всё. Ветра когда нету, когда вот в тени от вот этих вот камышей. 26 где-то, 27. Да, старики-разбойники. Такие деды, они крутят так, что... Так, когда ветра нету... Ну, 25. Вот оно само прямо у меня быстрее идёт к 27. Видно, да, сколько народа катает? Причём публика от профиков до каких-то дедов на шанбайках, на электровелосипедах. Тоже ещё с Саньком же, когда виделись, ну, с моряком, с мастером. Вот, он на мой велик смотрит, говорит, Алёша, нету этих велосипедов нигде, ни за какие деньги. Я думаю, блин, ну, гляну. Ну, во-первых, то, что цена на него уж и не 649, то есть не 650, а 700. Это раз. И их нету вообще. Ни в чёрном, ни в позорном синем. Никакой расставки. Есть только его старший брат. То есть рама та же самая, более лёгкие колёса. И 11-ти скоростная навеска. 900. И 900. И тормоза вот эти вот непонятные мне тросико-гидравлические. Так что, не, рама та же, колёса более лёгкие. 11 скоростей. То есть в целом, да, за 900 евро, наверное, это бомба. Но не нужен, если человеку вот этот вот, ну, на 11-ти скоростях и на более лёгких колёсах. Вот не хочет он платить. Вот этого бестселлера 500-ки нету. 520-ый есть. Я уж не знаю, куда их раскупают. Но в декатлоне испанском их нету. Есть на раме попроще. На кларисе, на восьмёрке, за 500. Тоже нормальный на дисках всё. Но не на ссоре. Понимаете? Всё-таки хочется вот тут вот эти вот торчат. Ну, рубашки, не чистый руль. Такое вот. Я всё-таки вот считаю, что оптимальным вариантом, я уже сто раз об этом сказал. Это вот ссора и дальше что-то иже с ней. Но, конечно, в такую цену ничего даже близко никто не делает. Поэтому эти велосипеды, их просто они улетают. И я напомню, декатлон даёт пожизненную гарантию на раму, на вилку и на вынос. Ну, вынос мы их не уже поменяли. А вот рама и вилка меня очень радует, что они настолько уверены в качестве. Я напомню, что некоторые производители дают гарантию там 2 года, 3 года, 5 лет. Нет! У декатлона с этим, у декатлона с этим всё отлично. Пожизненно ездите, убивайтесь. Если не убьётесь, приносите, что осталось, мы вам заменим. Здесь то ли трактор, то ли что с него глины нападало. А здесь вот этот вот был аттракцион невиданной щедрости. За 650 урвать такой велик. По сути, у него недостатков за эту сумму, как вот все пишут, не может просто быть. Ну, не может. Даже открытая проводка, ну, попшикал её, ну, щёточкой потёр там раз в недельку. Всё. А, и ещё. Резина-то сюда становится. Тридцать восьмая, потому что есть ревел с этой же вилкой и на этой же раме. Тридцать восьмая резина без крыльев. Тридцать восьмая, народ. То есть, имея второй комплект колёс, даже можно взять 650 колёса, 27,5. И тогда становится 40, это заявлено. То есть, вам открываются, ну, в трассе вообще все. При достаточно хорошем владении техникой, всё. А, и веспы старые, я от них тащусь. Так они, так они и наваливают. Я чё-то сейчас еду вот так вот. Причём я еду вообще не жму. И вот оно само собой, как-то вот 22, 23. И я представил, как бы здесь кайфово на скутере было. Просто сидишь, едешь. Где-то типа как у нас поездка в Евпаторию. Гор нету, дорога идеальная вообще. Вот мы и в Эль-Перейо причалили. Так, меня видит дедушка, слава богу. Да, велосипедистов прямо вообще. И деды вот такие, вот моя цель. Вот, чтобы я в таком возрасте мог спокойно на карбоновом шоссере за пятёрку рассекать. Эндюранси. Шоссер нам в чистом виде и часто не нужен. Вот это банды здесь ездят. Офигеть. Нам уже зелёный горит, а им... А, им ещё красный. А, это поворот оттуда, да. Я даже не представляю, какая бы ещё покупка могла бы дать мне вот такой кайф. Вот я, вы знаете, я даже не представляю. Я вот пытался. Ну, допустим, может быть, покупка кемпера или автодома. Да. Покупка лодки. Ну, может быть. С какого-то скутера, мотоцикла. Ну, наверное. Но, блин, вы понимаете, там ты едешь, и как бы ты, ну, не участвуешь вот в процессе вот в этом. А здесь, понимаете, именно я своей мускульной силой непосредственно еду, кручу и сразу же получаю обратную связь. То есть, это поток в чистом виде. То есть, я нажал, мне это приятно, я получил отклик, у меня получается. Ну, это и всего-навсего вот 650. Ну, да, седло 100. Ну, что там я ещё? Ну, вынос, ну, велокомпьютер. Ну, вот седло только, пожалуй. Что, седло и подсёдельный штырь. Ну, вынос я поменял, да. Окей, пятнаха, подсёдел 20-ка, седло 100-ка. Всё. Это же, это же, ну, это же невероятно. Никакой макбук, никакой телефон, ничто вообще даже, ну, по удовольствию, близко даже не сравнится. Да, там, кстати, вот они палят листву, и листву палят. Я уже не знаю, может, с апельсинами, может, ещё с чем. Но такой запах приятный. Мне кажется, если на нём закоптить что-то, это будет просто отвал башки. Вот в тех горах мы с вами были, вот туда аж. Вот это да, вот это чувак нагрузился. Офигеть. Это вам не Алексей Юрьевич, который ездит там на легке. У него два баула тут. Огромный здесь. Офигеть. Это кайф в чистом виде. Это именно кочевник. Не так, как я. На легке, на изях. Но мне больше всё-таки импонирует вот такой, как у меня. Минимум вещей, потому что все тропы мне доступны. Вообще все. Я могу взять велик и нести его. Если что, здесь это уже не прокатит. Так, что у нас? Сорокетик мы уже мотанули. 1.51. Средняя скорость 22. Ну, 21.96. Что я считаю, учитывая, что мы едем против ветра, по-моему, это прекрасно. Я вот иногда задумываюсь, хотел ли бы я новый велик. И вот тут очень чётко нужно понимать, для чего. То есть просто хочу новый велик, чтобы он был более лёгкий, более быстрый, более высокотехнологичный. Да, нужно понимать, для чего. Ну, вот, к примеру, на этом я вот еду сейчас, да, 26.25. Если бы у меня был велик, ценой, я думаю, где-то раза в три от этого, то есть 2700, 2500. Возможно, я бы ехал там на километр быстрее. То есть не в какие-то проценты или разы, а быстрее на 1.25. 1.25 – это у нас 4%. Ну, на 2, окей. На 8% быстрее. То есть легче бы мне не было. На велике нет такого понятия «легче», потому что я кручу в одинаковом ритме. Мне дать велик, который будет ещё более тяжёлый, ещё более нагруженный, я буду ехать в одинаковом... Ну, то есть мощность, мы в Куэре, мощность у меня будет одна и та же. То есть это не значит, что я на крутом велосипеде, я такой «Ух ты!» У меня теперь мощность будет постоянная, допустим, не 140, не 150, не 200 ватт, а 220. Нет! Она у меня уже есть, и никуда ей от меня не едеться. И в каждом из них своя прелесть. В каждом из них. Ну, вот такой вот Concorde. Ну, это чисто уже американский стиль. То есть там вон огромный гараж, куда можно закидывать прямо там 2-3 велика. Тут и генератор можно, и наверх можно кучу панелей напихать. Ничего, так или иначе. Так или иначе мы к этому придём. Так или иначе. И вот я думаю, ну, а надо ли это мне? Ну, понятно, что более крутой велик, он будет ощущаться более собранным, более жёстким, более лёгким каким-то. Более лёгкие колёса, более жёсткая рама. Но этот велик, он мне такой уже, вы понимаете, такой. Я уже с ним сроднился просто. И у него посадка, она комфортная настолько. Я даже вообще не представляю, как, насколько. Я не думал, что настолько комфортным, настолько приятным. Может быть, шоссер на узких 28-х колёсах. Ну, не может такого быть, чтобы вот он и по асфальту наваливал на изях. И по грунтам, и везде. Ну, понимаете, ну, не может. Там через центр одностороннее я могу, но не хочу. Вот вообще народ ездит. Просто на чём попало? У мужика какой-то Peugeot олдскульный. Ну, такой, с багажничком непонятно. У тётки какой-то кросс-кантри на 27-х колёсах. Или на 29-х я не вижу. Ну, все же понимают, что 29-х колёс нету. Это вот эти колёса, 28, просто на них одета резина шире. И чтобы не путаться, их называют 29-е. А 27,5 это 650-е колёса. Девочке бы седло чуть-чуть пониже. Она носком тянет прямо очень сильно. Не, ну так, когда ветра нету, мы 25, для нас это вообще, ну, 24. Ну, сейчас вот оно само тут догоняется. Даже быстровато. Так, у нас тут стоп, не стоп. Странно, вот они едут, они вперёд не смотрят? У меня чисто вопрос вот такой вот. Или как? Здесь вон новую прокладывают. Вообще, нульцевую. Да, нам бы, кстати... Нам, кстати, здесь вдоль речки прямо надо ехать. Мы сейчас с вами в одно очень интересное место приедем. А, то есть нам даже тут перекрыто всё, окей. Ну, мы люди не гордые. Мы можем их закрутить. Как я люблю, когда ремонты вот такие идут, а? О, мне это, знаете, как бальзам на душу просто. Просто как бальзам. Да, конечно, вот так можно жить. Ну, то есть вы стоите, у вас причальчик, вы потом взяли, пошли, у вас тут меркодона, вон, консун за углом. Ну, они прям по три стоят. То есть на тот там через кореша своего перелезли и всё. Какой испанец с трубкой. Офигеть, это цыган стопудово. Вот я в Куэре сколько раз был? Раз 20, наверное. Ну, если не больше. Ну, будем считать, что раз 20 был. Вот в эту сторону я не ездил ни разу. И как я вижу, зря. Это всё рыболовы. Раз, два. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И у нас, кстати, вот такие же самые. Это для бункировки. Ну, заправить солярой. Офигеть. Рыба это пахнет как. Вот это да. Слушайте, вот это да. А, это для рыбы. Сюда, наверное, её складывают. Ну, эстро барка луча. Контроля ля басура май... А, контроля басура майорина. Против мусора в марине. Я согласен. Я же не знаю, на каком языке они говорят. Ну, пошёл в баночку, в мусорку отнёс. Молодец. Я вот люблю, когда вот такое вот это вот культура быта присутствует. Так, и вот нам по вот этому бережку, в шанатом мы были под этим мостом. А теперь мы по вот этой вот части доедем до упора. Как в Штатах. Приехали люди на лодке. Отплавали, подняли её, погрузили и уехали. И вон тут таких пассажиров куча. Загнивающий запад, счастливая бедность. Нет, я с Вовой, я согласен абсолютно, что как-то мажорно и красиво здесь жить, это моветон. Ну, то есть, ну, вот как-то вот, понимаете, вот здесь всё такое. На Изях есть у тебя деньги на лодку? Отлично. Есть у тебя деньги на большую лодку? Прекрасно. Но тут это никто не оценит. Ну, здесь как-то, ну, понимаете, нет вот этого какого-то культа дорогих машин, дорогих яхт. Вот это вот какого-то ярмарки тщеславия вот этой вот. Знаете, здесь эти машины, ты на них смотришь и понимаешь, это просто машина. Вот человеку, ему хочется купить вот такую машину. Как-то оно здесь всё немножко искажено. То есть, вот тут у нас стояли блочки, стояли, 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 парковаться нельзя, парковаться нельзя, а потом бах, что-то произошло и парковаться здесь уже можно. Мне самый маленький, самый любой, вообще, я уже понял, меня устроит вообще любой. Вот как только какие-то ресурсы будут, потому что я уже понял, что я один. И если ко мне в гости кто-то приедет, вдвоем мы ляжем, кто бы это ни был, я в хорошем смысле. Вот так я должен жить и буду. Вот так вот, вот. Только вот они там с кем-то сидят. А я, а я хочу сам. Кстати, вот там вот мы были с вами, если кто не помнит, вот там мы были, вот там мы были. Вот эти вот все места с вами мы проезжали. Вот сколько раз здесь был, и вот с той стороны подъезжал к этому месту. И с какой только стороны я не был здесь. Но вот до Сюдова я почему-то не доезжал. Вот это место. Вот это хиповое место, сто процентов. Смотрите, оно далеко от всего. То есть, вот, ничего здесь рядом нету. Вообще ничего. Тут стоянки, стоянка автодомов. Здесь и город, здесь машин, наверное, ну вот. 10, 10, 10. Машин 50, 70 здесь. Вот такое место прогуляться, там пляж. Здесь ночью можно даже порыбалить, побраконьерить. Но это же и кабачок. Боже, я представляю, какой здесь кайф, а когда вот оно работало. Я жду, когда оно включится, все. И на Ибицу, конечно, нужно, блин. Ай, ладно, все, Лешенька. Мы с Ромой разговаривали вчера. Он говорит, я говорю, Рома, у меня, я говорю, одна песня. Нужно. И вот он, и мы с ним. И вообще, как сказал Кличко, чем больше женщину мы, меньше, тем меньше, больше мы ее. И вот это вот из этой серии. Большинство мужчин при виде красивой, самодостаточной и ухоженной женщины, готовы вложить в нее только писюн. Вот это вот из этой же серии. Что ты мне можешь дать, как мужчина, в рот? Ну и пляжка не здесь, можно проводить любые мероприятия. Вообще, здесь места хватит на все. То есть, любые посиделки, любые тусовки, любые... Вообще, все просто. Вот здесь метров, наверное, 60. И сколько, ну вот там, сколько, ну вообще, сколько хотите. Я напомню, мы это поселочек Куэра. Купаться нельзя. Ну, почему купаться нельзя? Потому что написано, что это зона портовой навигации. Ну, здесь вас просто, не вас, а просто плавают кораблики. И утка, смотрите, как низко полетела. Она же может клювом по башке попасть и все, и сотрясение. Да, здесь заход, конечно, в марину. Да как же здесь купаться нельзя? Вы гляньте, какой здесь вход в море, а? Мама родная. Да, чтобы ночью вот это вот оттуда не прийти вот сюда, да, голому здесь не искупаться. Ну, видно же, когда никого нету. Ну, быстренько окунулся и все. У него вода с борта вытекает. Это у него лодка дырявая, и помпа качает. Кс-кс. Чтобы лодка не утонула. Какая красота. Ну, вот народ. Меня вообще вот такие необычные места, они меня притягивают. Вот, честно. Ну, вот мы с вами на том пляжу были, все помнят. А вот там вот уже и гандия. О, там вот наверху мото-дельта-план. Это как папка для них делал поплавки и винты. Только это, по-моему, я не знаю, это, по-моему, просто чувак там в гондоле как-то. Хотя, что мне ехать здесь? В принципе, здесь могу и пешком пойти. Да, овсянка и злаки, конечно, с соевым молоком решают. Я обычно, когда в пуэру приезжаю, да, там, ну, неважно, я там утром редиса поел, еще чего-то. И знаете, такое вот уже, ну, легкое ощущение холода. Сейчас так я что-то вот посмотрел там в сторону Меркодона, Каэрфура, думаю, не-не-не-не-не-не-не. Это лишнее. Но оно просто такое, оно, знаете, супер-медленные углеводы. К тому же я их сильно не пережевываю. И вот эти вот овсянка и злаки вот эти вот, они там медленно дают свою энергию. И в целом нормально. Вот я еду вообще на изи. То есть, в принципе, вот сейчас мы мотанем еще там, ну, будет что-то там под соточку, да. И нормально. То есть, вот на одной загрузке, там, сколько там это по деньгам? Ну, 80 центов молоко. Ну, и на 80 центов я насыпал там еще всего подряд, да. Ну, пускай на евро, окей. Ну, на евро там дорогих злаков чуть-чуть плюс того. Ну, да, на евро. То есть, вот евро 80 и как бы спокойно весь день активность. Ну, как, не весь день, а по расстоянию. Вот у меня есть. Причем это без готовки и без бананов. И какао я еще кидаю. Я чистое какао купил. Где-то одну чайную ложку я кидаю для сосудов, для всего этого. Ну, и повкуснее с ним. У нас с Максимом Щуревичем прикол насчет какао. Мы вычитали, что это и для сосудов полезно. Ну, полезно какао. Не кофе, а именно какао. И он говорит, что вены были как трубки от капельницы. Вот их вот как их не крути, им все до лампочки. Как теплые макароны. Вот еще раз. Я уже сто раз сказал про Куэру, да. Вот эти многоэтажки, они не давят здесь. Совсем. Совсем они не давят. Дело в том, что они только с одной стороны, да. То есть вот. А тут вообще ничего нет. Здесь просто открытая кампо и какие-то там детские площадки, вот такое. Парк. Вообще не давит. Вот если бы оно было бы с двух сторон, уже бы было так. А так тут прикольно. Море, строение и кампо. Прекрасно. Да, вот этот, конечно, кемпер парк. Офигенски. Но, опять-таки, их столько здесь этих мест, где можно потусить. Я уже, наверное, может быть, вообще любую, какую-то, любую машину вообще. Надо что-то в этом направлении думать. Прямо активно. Тепло уже скоро будет. Любую. Да, летом я, если что, я машину поставил где-то, палатку рядом, там, переспал в ней или прямо в машине. Я всегда помню, как этот рассказывал. Карелин. У него хардон. Он говорит, ну, говорит, у вас же рост, говорит, и на верхней полочке, или, говорит, на боковой в плацкарте. А Карелин, он такой мужик, говорит, ну, говорит, размялся чуть получше и все. Ну, вот зима. Вот я показывал уже сто раз. Вот это, по-моему, как раз в кемпер парк, наверное, и есть. Ага. Да, 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 да. Ну, я не поеду, да. Вот это вот зима та, что надо. Вот она. Посмотрите на загнивающем западе, да, даже вот блоки вот эти светоотражающей краской покрашены. Климат, климат, он подкупает. Ну, где это видно? Ну, зима. Вот я сейчас, если включу, термометр покажет. Я думаю, в районе, мне жарко уже, ну, 17. Ну, я хотел сказать, ну, 18, ну, 18. То есть вот сейчас, если не быть мокрому и быть без велика, можно спокойно идти в легкой пайточке и в легких штаниках. Да, даже и в шортах, наверное. Ну, все, вот мы с вами приехали до финала. И теперь прямо по набережной будем пробираться на выезд. Ну, вон на пляже человек в шортах и в майке. И дети вот в каких-то колготках и в кофте. Все. Здесь вот я уже, опять-таки, повторюсь. Если солнца нету, то, конечно, прохладно. Как только вышло солнце, все. Ну, то есть нету такого, чтобы на солнце было холодно. Вот не бывает. Не бывает. Если солнце есть, можно смело идти, загорать, бегать, прыгать, мочить ножки, все, что хотите. Я смотрю, канал там одного типа. Он таких вот товарищей баклажан называет. Ну, он в Штатах живет, он готовит, к баклажанчику приехал. Такое. Прикольно, конечно. А, вот этот чувак, который мы же с вами наблюдали. Да, это бродяга настоящий. У него и шапочка. Офигеть. Какая миленькая собачка. Да, это как Алексей Юрьевич. Он просто приехал вот сюда, просто сел на этот пляж и просто смотрит. Видите, вот как я, всю Майорку, Ибицу вдоль Барселоны. Боже, да это лучшие воспоминания моей жизни. Вообще, какие только могут. Ну, одни из лучших. Народа, кстати, не так уже много на самом деле. И вот мне такое... Ну, я люблю, когда, знаете, когда совсем пустынно. Ой, я от этого вот это тащусь. Просто когда вот... Когда ты понимаешь, что это как бы все мое. И кто-то где-то ходит. Ну, так вот они ненавязчиво. Вот это вот народом много. Я бы вот это вот все поделил бы штук на... Ну, раз на пять. Просто кто-то где-то там идет. Тут где-то кто-то что-то делает. Ну, вот такого плана. Вот это же вот у меня на составке было. Ну, настолько классно оно смотрится. Ну, ну, вообще, ну, супер. Ну, все. Вот тут вот просто сесть вот что-то. У меня... У тебя... Я, кстати, кличко иногда пони... Понимаю. То есть человек, он сам себе придумал что-то. Он для себя мысль сформулировал. Она ему понятна, ясна. А потом ему эту мысль нужно еще и донести как-то. И он думает, да отстаньте вы от меня. Вот вам просто вот. Чем меньше, больше мы ее глубже. И до свидос. Вот все. Смотреть в будущее могут не все. Точнее, не все могут. И вот из этой серии. У меня вот такие пальмы на пляже. Они меня просто... Вы знаете, это настолько приятно. Настолько необычно. Причем это... Вот тут буквально вот все сидят, едят. Тут все ходят. Какие-то тут рестораны ненужных вещей. И вот потом бах. И вот такое вот умиротворение. Да, что-то народу вообще много. Меня вот такое вот вообще... Понимаете, я вот не люблю. Вот на Ибице, мне кажется, вот я, наверное, съездил. Это идеально. Вот там его было вот не так вроде бы и много. И как-то вот на Ибице, но знаете, вот этот народ, он более-менее как-то в тему. А здесь вот я просто к Куэри привык, что она такая спокойная. Тут вообще никого нет. У них то... Активности никакой нет. Тут бабушки вот эти вот на стульчиках на своих возле воды сидят. Вот это вот что-то делают. И тишина, и спокойствие. А сейчас как-то здесь прямо вот... Как-то здесь прямо да. Написано, что нельзя тут ни на великах, ни на самокатах, ни на чем. Все, вообще, смертная казнь. Ролики, самокаты, ничего нельзя, все. Пальмочки опять. Вот я еду, снимаю вот это. Мне настолько это приятно. Я вообще... Формат я уже сто раз, я пытался что-то по-другому делать. Как-то более насыщенно, более монтировать, резать. Не знаю, вот оно не идет у меня и все. Еду, пофиг, он тут еще и наваливает. Можно, не можно. До свидос. Это вот одна бухточка, один пляжик. А вот это вот уже пошел весь основной пляж. Маяк, конечно, в крутом месте. Но какой-то вот обособленности и какого-то уюта здесь нет. Во-первых, он в низинке. И над ним вот еще находится что-то. Это уже такое, знаете, ну... Плюс он как-то вот не вдалеке. И вот мне бы хотелось, чтобы он, знаете, был где-то чуть подальше. Может быть, где-то что-то вот в таком плане. А так он прямо возле дороги и... Какого-то уединения, уюта здесь нету. Я сначала думал, что это какой-то мусор. А это человек в костюмчике там, в сноркеле. Ну, в ядраче. Практически можно дойти до самой Валенсии по берегу моря. Там только в одном месте нужно будет обойти с албуферки выход. Ну, и там кое-где мосты есть. Ну, я имею в виду, вот прямо вот можно идти, 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 идти. Там небольшие крюки делать. И можно прийти прямо по берегу моря, по песочку. И здесь, кстати, расположен где-то нудистский пляж. Только он здесь называется не нудистский, а плая на туриста. Чувак, только что на настоящем двухтактнике. Ну, типа Минска нашего, такой 125-ничек. Ой, как приятно маслицем пахнуло. Не могу я, понимаете. Вот я когда вижу, вот мне кажется, вот... Вот он, вот он, вот он. Давай, ко мне. Слушайте, это старый, но он восстановленный, и он наваливает. Ну, двухтактник, еще в двухтактник не наваливал. Двухтактник он вообще любой наваливает. Вообще, вот мое мнение, вот такая вот простая техника, она должна быть только двухтактная. Потому что это идеально. Ну, масло, конечно, не мотюль. Не так, как мы с Максим Юрьевичем чисто на эстерах. Все вот с первого дня. И серферы там. Серферы, кстати, для серферов здесь понятия зимы нету. Ну, то есть, вообще, тут вода, ну, 15 градусов, это самое низкое, что я видел. Отчаливаем мы с Куэры. И теперь я очень надеюсь, что ветер будет нам хотя бы с какой-то стороны не в лоб и не в бок. Было бы очень-очень неплохо, чтобы я обратно просто там на изи там по солнышку там 25-27. 25 меня устроит, чтобы каденс был вообще ненапряжный. А в первый раз я помню поездка в Куэру. Мадре мия! Едешь, что я еще ехал вдоль берега сначала. Потом возле поля для гольфа выезжаешь. И думаешь, боже, сколько тут еще? А сейчас? А когда в Гандию ездишь, так вообще, основное, это от Куэры до Гандии. А с Гандии в Куэру приехал, все это уже, знаете, такой условно домашний маршрут. Просто можно тут сидеть, что-то там думать. Может быть, сейчас, кстати, включу, мне надо там кое-какую книжечку дослушать. На вид вот вообще то, что надо. Но и сладкие, и все, но суховатые. Вот такие они чуть-чуть как вот перевисели. Но все равно, как говорится, мучас графяс. И на улице вот сейчас просто теплый. Вот жарко прямо вообще. Вот оно прямо, знаете, вот сейчас вот уже, наверное, к четырем. Нет, к трем. И вот оно прямо вот-вот в три здесь начинается самый пик тепла. Ой, вообще так настолько приятно. Мне почему еще не хочется наваливать? Я высох, и мне так тепло сейчас. Вообще просто я кайфую. Поэтому я вот еду вот вообще просто вот 19, да, 20. Не хочу. Пускай я там лучше приеду там на 15, на 20 минут попозже, но... Нифига нам ветер не в спину. Вообще ветра нету. Я так понял, что это я просто еду уже не 20, как обычно, а 25, поэтому он мне и дует. Не, ну вот тут вот задувает в лоб. Ну, не важно. В общем, не в спину. Поэтому темп мы держим плюс-минус такой же, как и сюда. 22, 23 там, когда 26. Ну, такое, то есть я на изи не нажимаю особо. Будет медленнее, я и скину, и переключусь. Пока вот оно идет, я еду вот. А то я что-то вообще, ну, знаете как, с горки и каденса этого не ощущаешь. И уже и 26, 27. Вот так вот надо ехать. Вот на вот таком можно гонять без прав. Это, я так понял, одна из самых последних реинкарнаций. Да, там вон дизель двух так, ну, как на тракторе работает. Вот здесь вот самое главное, не поехать вот сюда, в поселочек. Сейчас я уже его 27 мне. Ну, все. А мог бы сейчас так бы за ним присосаться, а? Да не, мы и так едем вот нормально, 25, 26. Ну, а он поехал, ну, 32 где-то. Ну, 30 плюс. Ну, все. Тренировка точно закончилась. Теперь кардио вдоль моря. Ну, точно, все. Да, выходные здесь, машин, конечно. Если из дома выходить к двум, а не так, как мы выскочили по морозу, то вообще на изи. А если выходить без велика, можно выходить когда угодно и вообще, ну, потому что вас не обдувает, не охлаждает настолько. Да, на песке нужно, конечно, бдить. Ну, потому что покрышки узенькие и надутые. Но если сюда поставить что-то пошире и их приспустить... Кстати, я напомню, что я езжу на шинах на стоковых. То есть заднее колесо родное. Вот оно прошло уже там в районе суммарно, где-то, я думаю, к 13, к 14. А переднее, оно просто порвалось с боку. И порвалось я его, я его дома подзашил, доездил до выходных. Ну, выходные там праздники были, был декатлон закрыт. Доездил до открытия декатлона, пошел купил покрышку за 13 евро. Все. И вот она спереди у меня стоит. Так что к покрышкам у меня претензий вообще нет. И я вот катать буду их, потому что пробовать что-то еще, экспериментировать у меня нет ни средств, ни желания. Человек просто себе сделал накладку на тягач. Модуль. Все. Офигеть. Скутер внутри велик. Ну и расход там у него, у пустого, ну, двадцатка. Может быть, еще меньше. Да не, у пустого там вообще расход будет, ну, 17 литров солярки. Я же вам говорю, народ ездит на всем, вообще на всем. На всем, что есть. В чем здесь парадокс? В том, что вот эти вот стоянки все, одна, вторая, пятая, десятая, их тут возле моря куча. Они все абсолютно бесплатные. Здесь нету никаких вот этих вот людей. Не знаю, как их можно по-другому еще назвать, чтобы никого не обидеть. Которые вот это вот какие-то мзду какую-то берут, что-то еще нету. Понимаете? Просто вы можете приехать и оставить здесь свою машину. Бесплатно. Это сделано для людей. И не для государства, чтобы оно заработало, а для людей. Похрен. Что по грунту, что по отсыпке, что по асфальту. вон он, 27 и все. И хоть бы что. Давай, голубчик. Вперед. Какие-то немного, наверное, они что-то приняли. Какие-то они такие стремные. Можешь поссать, вышли. Кипит все. Да, вот сюда хотя бы. Надо вовчика. Там, по-моему, как раз что-то в районе 30. Нормально. То не пишут 45. Но это там... При температуре 25 градусов, при весе в 60 килограмм. Ну, если паровоз будет без вагонов, если дорога будет под уклон, если не будет встречного ветра, то может быть. Вот так. Да, коника привязать. Ну, а что? Это нужно. Так что-то мы 27. Что-то мне кажется, может, у меня врет этот самый. что-то у меня такое ощущение, что митинг пройдет без меня. Да, ну, Вова сказал, в 5.15, сейчас пол пятого. Мне это наваливать нужно, прийти домой что-то поесть. Короче, нет. Ну, просто уже сил нету, понимаете. Как бы, куда тут уже жать? Уже желания особо нету. Какие-то рекорды сейчас показывать. Надо на вот такие лодки обзор сделать. Прийти пешком и приплыть прямо вот к буквам, к этим подплыть, к катамарану подплыть. Вот стоит только уехать с солнышка. Все. И уже сейчас здесь и температура, и 15 показывает. Хотя я думаю, что сейчас будет еще и падать вниз. Уже прохладно. А в Турии так вообще. Да, что-то я подустал. Ну, так мы и проехали. 96,96 километров. Ну, соточка. И время в пути 5.05. Ну, хорошая. Причем поездка такая, она, знаете, больше как тренировочка была. Потому что по катушке я ее назвать не могу. То есть я наваливал. У меня даже сейчас средняя тут в районе 18,8. А так мы ехали вообще прямо я жал. Сейчас надо что-то вкусненького поесть и сесть. Отдохнуть. Может быть, даже лечь. Испанцы приехали и привезли что-то. Звонят, говорят, Тереса, это я, говорит, твоя сестра. Та, говорит, ну, кто? Ну, я, говорит, сестра твоя, говорит. Типа, а шо тебе надо? Та, говорит, ну, я, говорит, с братьями приехала там, принесла тебе этот... Та, что-то раз и трубку положила. Я говорю, давайте я вам открою и выхожу, идите уже. Они стоят, держат там барахло. Я открыла, а эта бабка снова ей звонит. Тереса, это я. Она, типа, да-да-да, там, как-то, хуанита, ну, что-то такое, типа, заходите. Те все зашли. Эта бабка в сапогах. В прямом смысле. Такая, типа, машина закрыта. Типа, закрыта, не закрыта, непонятно. Си-си-си-си-си. Испания, это, конечно, уникальная страна. Они, как дети здесь все, вот в прямом смысле. Вот мне кажется, вот я здесь, как дома. Такие все на расслабонщики. Какой-то инфантилизм непрекращающийся. Здравствуй, теплый дом. Да, что такое дом? Как это? А где твоя родина, сынок? Там, где жопа в тепле. Фильм, конечно, вот балабана, он все то, о чем, может быть, и не принято было на большой экран. Вот он это все вынес и цензура терпела. Не, ну понятно, что ни о каком уже митинге речь не идет. Сейчас будет митинг, просто дойти до Меркодонки, что-то вкусненького взять и все.